Дом.РФ и Минстрой России Системное обновление информации для расчета индекса позволяет управленческой команде города вырабатывать квалифицированные решения по развитию города, оценивать эффективность уже реализуемых программ и проектов в этой сфере, пишет телеграм-канал Департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары. Всероссийское голосование за объекты благоустройства продлится до 30 апреля. В Самарской области на выбор жителям представлена 101 территория в 12 муниципалитетах. Отдать свой голос может любой житель области старше 14 лет на платформе 63.городсреда.ру на сайте госуслуг. Также можно воспользоваться помощью волонтеров. Встретить их можно во всех МФЦ городов-участников голосования. Жителям помогает 3410 волонтеров. Они рассказывают гражданам о возможности участия во всероссийском онлайн-голосовании и о представленных объектах, сообщает телеграм-канал Советского района. В Самаре есть множество улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, а также людей, которые внесли неоценимый вклад в развитие города и страны. Улица Зои Космодемьянской находится в промышленном районе города Самары, в Приволжском микрорайоне. Проходит от Московского шоссе до улицы Георгия Димитрова, рядом с рынком Шапито, и пересекает улицу Силина. Зои Космодемьянская – первая с начала Великой Отечественной войны женщина, герой Советского Союза. В честь нее в Самаре названа также школа номер 170. По улице Зои Космодемьянской курсирует автобусный маршрут номер 56. Можно доехать по Московскому шоссе до одноименной остановки на автобусах номер 1, 45, 67, 84, 396, 410А, 492. Трамвайные пути проходят в 450 метрах по улице Ташкентской, информирует самарцев городской департамент транспорта. В этом году в конце апреля будет 6 рабочих дней, с 22 по 27 число. Далее россияне будут отдыхать без перерыва сразу 4 дня, с воскресенья 28 апреля по среду 1 мая, в связи с праздником весны и труда. Также выходными будут дни с 9 по 12 мая, в честь Дня Победы. Напоминает телеграм-канал Железнодорожного района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова